Боится ли рассада капусты заморозков? Капуста является одной из наиболее распространенных овощных культур в России. Это неудивительно, ведь этот вкусный и полезный овощ используется в огромном количестве кулинарных блюд. Описание культуры Относится к двухлетним растениям семейства крестоцветных. Она имеет высокий облиственный стебель. Первый год вырастает прикорневая листовая розетка, которая нашла широкое применение в кулинарии, косметологии, народной медицине. А на второй год получать семена. Листья голые, обычно имеют серовато-зеленый и сизовато-зеленый цвет. В нижнем ярусе они достаточно крупные, мясистые, с сильно выраженными жилками. Благодаря тому, что они плотно прилегают друг к другу, вокруг стебля образуется качан. Часть стебля, расположенная в качане, называется качарышкой. Капуста белокочанная цветки капусты крупной, находятся в многоцветковой кисти и имеют желтый цвет. Семена располагаются в стручках, которые достигают в длину 10 сантиметров. Семя темно-бурого цвета имеет шаровидную форму до 2 миллиметров в диаметре. Чем полезна капуста? В листьях этого овоща содержатся углеводы, белки, клетчатка, полисахариды, фитонциды, каротин, энзимы, витамины А1, Р, В6 и Т. Д. Богат овощи на содержание минеральных солей, калий, фосфор, кальций и сера. В народной медицине применяется при лечении гнойных ран и язв, гастрита, повышенного уровня сахара в крови, запоров и Т. Д. С помощью капустного сока из организма выводят лишнюю жидкость. Капустный сок в косметологии. На основе капустного сока изготавливаются косметические маски-ополаскиватели для кожи лица. Виды и сорта капусты. Существуют следующие виды капусты. Кочиная, цветная, кальраби, совойская, листовая, пекинская, китайская. Кочиная капуста бывает следующих видов. Белокочанная, краснокочанная, бруссельская. Наиболее популярный вид белокочанной образует ткачан светло-зеленого цвета. Для того, чтобы увеличить период использования свежего овоща, выведены сорта с разным сроком созревания. Наиболее распространенные ранее сорта созревания от 70 до 120 дней. Июньская, казачок, парил, золотой гектар и т.д. Из среднеспелых сортов созревания до 140 дней. Наиболее популярны «Слава», «Сахарная королева», «Купчихо», «Атрия» и т.д. Для длительного хранения используется капуста поздних сроков созревания. Чаще всего огородники выращивают следующие сорта. Агрессор, «Аммагер», «Колобок», «Мара», «Московская поздняя», «Белоснежка», «Мегатон» и «Ф1». Белоснежка листья краснокочанной капусты имеет бордово-фиолетовый окрас. Выращивают раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Наиболее популярные «Калибос», «Каменная головка», «Марс», «Ланги», «Дейкер» и т.д. У брюссельской капусты вокруг стебля располагаются маленькие качанчики, которые можно употреблять в свежем виде, тушить, консервировать, замораживать. Распространенные сорта «Франклин Ф1», «Лонг Элленд», «Веселая компания» и «Т.д. Урожай поздних сортов качанной капусты собирают в конце октября, начале ноября, в зависимости от региона. В связи с этим уместен вопрос о том, как переносит растение низкие температуры и не боится ли капуста весенних заморозков. Внимание! Взрослое растение может спокойно переносить холод и не боится замерзать, даже если температура снижается до минус 7 градусов. Цветная капуста представляет собой однолетние растения. В кулинарии используют головку, которая состоит из мясистых цветочных побегов, расположенных плотно друг к другу. Различают следующие виды – цветная, брокколи, романеска. Для сохранения питательных веществ зимой применяют консервирование или глубокое замораживание. Наиболее популярные сорта цветной капусты – снежный шар, регент, экспресс, белая красавица и дыры. Брокколи, лорд, фиеста, гном, агасси, маратон и т.д. Гном кальраби представляет собой двухлетние растения. В нижней части имеет стеблеплод, который по виду напоминает репу. Наиболее популярные сорта – пикант с кроспелой, смак, виолеттой дыры. Савойская капуста имеет рыхлый качан с неплотно прилегающими листьями. На огородах популярна венская ранняя, золотая раненья, вертию, мелисса, аляска. Листовая капуста относится к двухлетним растениям. Первый год образуется короткий стебель. На второй год появляется цветонос. Выращивается для декоративных телей и для использования в кулинарии. Она может не замерзнуть, даже если на улице мороз, достигающий минус 15 градусов. Пекинская капуста выращивается в течение одного года. Образует качан или листовую розетку. Любимые сорта огородников – русский размер – марфа, виктория, чача и т.д. Капуста чача. Китайская капуста представляет собой раннеспелые однолетние растения. Немного напоминает пекинский вид. Выращивается для получения качанов или листьев. Ее можно посадить в августе и осенью использовать овощ в приготовлении различных блюд. Популярные отечественные сорта – ласточка и веснянка. Выращивание капусты рассадой. Любой вид капусты можно выращивать рассадным или безрассадным способом. В основном используют рассадный вариант. Главное преимущество такого метода заключается в том, что можно получить более ранний урожай за счет более ранней посадки семян. Таким образом, у капусты, которую выращивают рассадным способом, имеется определенный забег по сравнению с той, которую выращивают. Безрассадным способом, определяющийся возрастом растений и фазами его развития. Рассады посев выполняют на грядке в теплицах или в рассадные ящики, находящиеся в помещении. В зависимости от вида капусты обычно придерживаются следующих сроков посадки для кочиной капусты – раннее, сначала до конца марта. Среднее – конец марта, конец апреля, позднее – середина апреля. Семена совойской капусты высеиваются со второй половины февраля для ранних сортов до апреля, брюсельской – в апреле, срок посадки цветной – март-апрель. Всход капусты обычно появляется достаточно быстро. Всходить растения начинают примерно через 10 дней после посева. После того, как установится теплая погода, молодые растения нужно рассадить в грунт, где они будут расти на постоянном месте. Оптимальный температурный диапазон для посадки – плюс 10-15 градусов. Посадка рассады капусты во время пересадки рассада на постоянное место отбираются наиболее сильные и развитые растения, что позволяет в дальнейшем получить хороший урожай с участка. Обычно высадку выполняют в мае, в зависимости от региона, но в этот период возможны заморозки. Капуста и заморозки В различных регионах период возможного наступления похолодания может длиться до середины июня. Боится ли рассада капусты заморозков, какие заморозки выдерживает капуста весной и насколько низкие температуры могут повлиять на качество урожая, зависит от того, какой вид и сорт был выбран для выращивания. Температурное ограничение использования всхода растения при безрассадном способе выращивания погибает при минус 3 градусов. Если рассада выращивалась в холодных парниках или предварительно закалялась перед высадкой на грядку, то она может выдержать кратковременное снижение температуры до минус 5 градусов, однако в этом случае снижается общая масса и качество готовых качанов. Если на улице градус опускается ниже минус 5 градусов, то рассада погибает. Причины замерзания капусты рассмотрим. Причины гибели капусты во время заморозков Для развития жизни саженцев капусты весной вредны и заморозки, и жара. Если температура воздуха опускается ниже 0 градусов, то вода в клетках растения замерзает и превращается в лед. Из курса физики известно, что если воду заморозить, то при замерзании она увеличивается в объеме. То же самое происходит и в растениях. При замораживании жидкость разрывает клетки рассады изнутри и капуста погибает. Особенно опасно для растений резкое оттаивание после восхода солнца. Нельзя чтобы она оттаивала, влияние низкой температуры может усугубить неправильный выбор места под посадку, а также состояние рассады. Зона риска для капусты не стоит высаживать растения на тяжелых почвах или в низинах. Для нее подходят светлые суглинистые участки, хорошо защищенные от ветра. Помимо того, что в низинах постоянный застой влаги, еще воздух во время заморозков на 2-3 градуса сниже, чем на равнинных участках. Для оптимального развития растения почва не должна быть кислой. На таких грунтах капуста не сможет нормально развиваться, будет болеть, а удобрения, которые вы будете вносить, не смогут полностью поглощаться саженцами. Поэтому если на участке кислая почва, то ее нужно известковать. Для этих целей отлично подойдет доломитовая мука, которая дополнительно обогатит землю калием. При отсутствии муки можно использовать мел, залу или известь. Только известь можно использовать исключительно при осенней перекопке, чтобы не повредить рассаду. Если показатель кислотности повышен, то грунт обрабатывают известью бейц или капуста весенних заморозков и насколько будет поражена. Рассада зависит также от общего состояния растений. Если они здоровые, успели укрепиться и хорошо пошли в рост, то в этом случае саженцы намного быстрее оправятся от стресса и ущерб. Для урожая будет минимальным. Для выращивания здоровой рассады нужно соблюдать температурный режим. Оптимальным считается диапазон 12-20 градусов. Более высокие температуры приводят к тому, что рассада начинает отставать в развитии и получается слабой и не такой жизнеспособной. Также необходимо следить за водным режимом. Капуста – влаголюбивое растение, однако полив должен быть таким, чтобы не было застоя воды в лунках. Избыток воды так же, как и ее недостаток, может привести к болезням или гибели растений. На заметку, переносимость с низких температур саженцами зависит и от вида капусты. Устойчивая рассада у белокочанной капусты. Боится ли молодая капуста брокколи заморозков и сколько градусов может выдержать рассада других видов капусты? Саженцы цветной, пекинской и брокколи выдерживают кратковременной заморозки до минус 2 градуса. Однако капуста подвергается воздействию низких температур не только весной, но и осенью, поскольку осень – пора сбора урожая. Белокочанная капуста убирается обычно в конце октября – начале ноября, в зависимости от региона. Для взрослых растений нижний допустимый температурный предел по сравнению с молодыми немного отодвигается. Например, белокочанная капуста могут выдерживать холод до минус 7 градусов, цветная – до минус 5 градусов. Кочаны даже рекомендуют убирать с участка после того, как начнутся заморозки. После замораживания капустные листья теряют горечь и овощи становятся сладковатым на вкус. Капуста становится сладковатой способом защиты от заморозков. Чтобы не переживать о том, боится ли или нет рассада капуста весенних заморозков, и как не заморозить молодые растения, лучше всего после посадки саженцы укрыть. Для этого над ними устанавливают парничок. Пленку можно открывать днем, чтобы растениям не было жарко, и закрывать в ночное время. Также можно защитить высадок с помощью обрезанных пластиковых бутылок, которыми накрывают каждый саженец. Защита рассада должна быть обязательно в том случае, если планируется ранний высадок растений на гряды. Для того, чтобы рассада не повреждалась от воздействия низких температур, необходимо, чтобы ее листья не касались укрытого материала. Внимание! Низкий уровень защиты молодых растений от весенних заморозков может привести к гибели плантации. При угрозе похолодания можно накрыть саженцы старыми газетами, ведрами, полиэтиленовыми пакетами, ящиками и т. д. Если ожидается сильный заморозок, то можно использовать орошение растений. Обычно его производят ночью за несколько часов до наступления низких температур. В этом случае вода на морозе испаряется с земли, температура немного повышается и холодный воздух не опускается до поверхности почвы. Также хорошо защитить растения поможет мульчирование или высадка саженцев на теплые гряды. Если у вас растения не были защищены, то помочь капусте перенести заморозки можно следующими способами. Рано утром нужно обрызгать поврежденные листья холодной, нетеплой водой, притянить их, чтобы растения медленнее оттаивали. Такое оттаивание немного смягчит последствия воздействия мороза. Хорошо зарекомендовало себя использование специальных антидепрессантов, химических препаратов, которыми обрызгивают поврежденные растения. Также для повышения переносимости рассады пониженных температур нужно растения предварительно закалять. Закалка рассады меры профилактики является закалка молодых растений. В процессе закалки саженцы постепенно приучают к жизни при более низких температурах. Закаленные растения намного лучше переносят заморозки, чем те, которые росли постоянно при повышенной температуре. Именно закаленная рассада выдерживает мороз до минус 3 градусов, в то время как незакаленная при такой температуре погибает. Закаливание рассады с помощью проветривания для закаливания примерно за полмесяца до посадки на гряды ящики с саженцами днем в теплую. Погоду начинает выносить на улицу, постепенно увеличивая время ее пребывания на свежем воздухе. Дневная температура воздуха должна колебаться в пределах плюс 12-15 градусов, а ночная должна быть не выше плюс 8 градусов. За 2-3 дня до высадки рассадные ящики в дом можно не заносить. Но это делают только в том случае, когда на улице не ожидается заморозков. Сравнение переносимости заморозков. В настоящее время огородники помимо капусты выращивают еще ряд морозостойких овощей. Например, всходы репчатого лука не погибают при заморозках до минус 3 градусов с лука, батуна при минус 7 градусов с сельдереем минус 4 градуса с петрушки минус 8 градусов с и т. Д. Петрушка для всходов кабачков губительной оказывается температура плюс 0,5 градусов с огурцов минус 1 градус с перца погибает при 0 градусов с, а помидоры при 1,5 градусах с. С учетом того, что рассада капусты не погибает при минус 5 градусов с, а взрослые растения переносят снижение температуры до минус 7 градусов с, можно сказать, что по морозостойкости она находится среди овощных лидеров. Таким образом, для получения хорошего урожая необходимо обязательно правильно выращивать рассаду и в весеннее время защищать растения от воздействия низких температур, тогда на столе будет вкусная и полезная капуста, которую вырастили на собственном участке.